Всем привет! Я Лара. Делюсь с тобой полезной информацией и хорошим настроением из солнечной Италии. Вот это тот самый балкон и вид на море, на котором я часто делаю видео для тебя. Сегодня я хочу сказать об одной очень интересной теме, как я открыла свой канал в YouTube. А точнее, под текст этого рассказа будет говорить о том, как я наконец преодолела те препятствия, которые сама себе создавала для того, чтобы это не делать. Чтобы не реализовывать те желания, которые я хотела реализовать. Это такой интересный опыт, который сподвиг меня на то, чтобы записать это видео. Возможно, тебе этот опыт будет полезен. А именно, я уже давно хотела открыть свой канал. Лет 7 назад, когда я приехала в Италию и видела много красивых мест, много нового для себя открывала. Я думала, как классно показывать это другим людям, делиться этой информацией с другими. Но почему-то в моем мозгу, в моей голове всегда возникало, да еще не время, ты еще недостаточно знаешь, ты еще там недостаточно умеешь. Ты технически неграмотный человек. Да, я и до сих пор осталась, в принципе, уже прошли года, а я осталась на том же уровне. И ничего не делала для того, чтобы усовершенствоваться там в этой сфере. Но канал я все-таки открыла. В какой-то момент я поняла, что если я сейчас не начну, то этого не произойдет, наверное, скорее всего, никогда в моей жизни. Потому что любое дело, которое мы откладываем на потом, это означает никогда. У нас нет будущего, потому что оно еще не настало. Нет вчерашнего и прошлого, потому что оно уже прошло. Нам остается только сегодня и только этот момент сейчас. И если мы что-то не делаем для себя лично, не делаем то, что мы хотим, вряд ли мы будем это делать потом. Потому что потом не настает никогда. Я это поняла и вот решилась. Мои препятствия в моей голове, они никуда не исчезли. Потому что раньше я думала, вот я начну потом, мне надо многие вещи перебороть в себе, усовершенствоваться. Но на примере своей дочери, когда ей был один год, один годик, этот маленький человечек, который не понимал ничего в технике, он не изучал ничего. Когда я ей давала в руки телефон, попав в руки ей телефон, она методом тыка могла зайти в интернет, найти себе мультики, посмотреть, потом перевернуть. Я думаю, какой у меня ребенок умный, вундеркинд. А на самом деле, на самом деле то, что она имела цель включить себе мультики, и у нее не было никаких дальнейших преград. Она это делала и достигала этого. А вот в нашей голове потом с годами мы почему-то считаем, что мы недостаточно красивые, мы недостаточно умные. Вот у нее получилось, потому что она много знает. Нет, абсолютно нет. Все, все преграды у нас в голове. И надо с этим что-то сделать. Не кто-то сделает за нас, мы сами должны с этим что-то сделать. Рано или поздно настает такой момент, когда, блин, все, уже некуда ждать. И самое интересное, когда я на свой день рождения в 2023 году, вот в этом году, думаю, сегодня я буду не такой, как всегда. Я наконец-то не буду слушать свои мозги, которые мне говорят, не делай, не делай, сделаешь потом. Думаю, не, 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 все. Я в эти игры не играю. Сегодня я буду это делать. Даже если у меня не получится. Даже если это будет смешно выглядеть. Все. Сегодня я начинаю слушать свой личный внутренний голос. То, что я хочу. И, что получилось, у меня, оказывается, в итоге канал Ютуба открыт с 2021 года. Оказывается, моя дочка, она его как-то открыла. Ну, она у меня сейчас уже подросток, и она открывала этот канал почему-то в моем телефоне. Там было всего одно какое-то видео заблокированное. Но канал-то у меня был открыт. Я думаю, ого, даже канал пришлось не открывать, потому что у меня уже он открыт. Все. Остается только вещать. Вот, я все, к чему хочу сказать. Смотри, если в жизни ты что-то хочешь сделать, но до сих пор это не сделал, поверь мне, задумайся, настал, может быть, тот момент, когда тебе стоит начать. И не ждать лучших времен, не ждать больших знаний, не ждать, что-то произойдет волшебное. Волшебство делаем мы сами, своими поступками, изо дня в день, из минуты в минуту. Вот это правило, которое работает не только для меня, и для абсолютно любого человека. Потому что мы все люди, у нас у всех есть свои достоинства, свои недостатки. И лучше сделать и ошибиться, чем не сделать ничего. Поэтому желаю себе смелости и осуществлять свои желания, начать их наконец-то реализовывать. Пока. Чау-чау.